Дорогие друзья, братья и сестры, где родился Богомладенец Христос. И его в тот момент перед пастухами, простыми людьми, прославляли ангелы. И в этот момент с Востока пришли мудрецы, волпы, звездочеты, которые принесли ему как царю дань золота, как первосвященнику Ладан, потому что он пришел в мир и как первосвященник, который должен был принести жертву, сам был этой жертвой, и сам, как Бог, принимал эту жертву, пострадав на кресте. И также принесли ему эти волпы смирно. Смирно использовалось при погребении усопших. И вот мы вспоминаем это событие, и оно для нас имеет особую значимость, потому что Христос пришел спасти людей. Возникает вопрос, от чем бы спасти? От смерти, от греха и от дьявола. Он пришел в мир для того, чтобы изменить природу человека, чтобы восставить падший Божий образ в человеке. Он пришел для того, чтобы соединить человека с собой. Как объясняют нам святые отцы, что Христос сошел с небес для того, чтобы человека воснести на небо. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом по благотати Божией. Вот. К этому призван сегодняшний человек. Призван к тому, чтобы мы следовали по стопам Христа, а это значит по его святым заповедям. И следование за Христом сделает человека богоподобным. Человек, живущий с Богом, прилагая усилий к усилиям, становится добрым, отзывчивым, ответственным, светлым умом. И, самое главное, Он, следуя по этому пути, получает от Бога любовь. Любовь, которая возгорается к самому Творцу и к ближним, которые его окружают. Господь Бог дал нам две заповеди. Первое. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. И второе. Возлюби ближнего, как самого себя. Это наша цель. Но добиться этой цели не так-то просто. И мы знаем из житей святых, что нужно прилагать очень много усилий, чтобы достичь этой святости. Кто приобретает сердце своим любовью, становится святым. И Христос призывает нас быть святыми. В Библии есть такие слова. Господь через пророка говорит, будьте святы, как я свят. В Евангелии Иисус Христос говорит, будьте милосерды, как Отец Небесный Милосерд. Вот этой любви у нас сейчас не хватает в мире. Как древние святые говорили, любовь в сердцах человеческих оскудела. Нам этого не хватает. Мы ждем друг от друга теплых, добрых отношений. Это происходит в семьях, это происходит в обществе. Но редко когда находим эту любовь. Вот именно к этой любви, а любовь настоящая, она жертвенная, когда человек тратит свои силы, тратит свое время, тратит также материальные блага ради ближнего своего. Вот это настоящая любовь. Но если мы будем исследовать свою душу, то мы увидим, что у нас этих качеств практически нет. А если они где-то и есть, то в малом количестве. И вот мы должны себе развивать вот это семя добра. Под этим семенем можно назвать и Христа. Как святые говорили, в душу крещеного входит сам Христос, как семя, как божественное семя. И от самого человека зависит, либо доброй жизнью по заповеди Божьем взращивать это семя, либо же, если он так не будет поступать, то порочной своей жизнью он его заглушит. Вот и будем с вами стараться стремиться к доброму, чистому, хорошему, святому. Да поможет нам всем Господь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...